машины могут стать всем чем вы являетесь мы можем создавать машины которые обладают интуицией по своей природе вы обнаружите что потеряете дар речи от жизни осознанность это сущная жизнь некоторые люди говорят что мы строим осознанность машину намаскарам садгуру эксперты утверждают что человеческая интуиция это по сути биохимические реакции нашего организма если это так значит можно научить искусственный интеллект воспроизводить человеческие эмоции человеческая интуиция действительно является биохимическим алгоритмом или же это нечто более глубокое имеет ли человеческий интеллект какое-то отношение биохимической активности которая происходит в нашем организме безусловно сегодня вам известно что уравновешены вы психически или нет стабильны или нестабильны ясный у вас ум или затуманенный за всем этим стоят химические реакции или даже то счастливы или несчастны любящий или равнодушны радостны или несчастны все это имеет химическую основу один из способов понять это это все проявление интеллекта сейчас когда вы сидите здесь или где бы вы ни были делаете вы этот опыт красивым или уродливым это вопрос интеллекта а также вопрос химии между ними нет разницы совершенно неправильно понимать интеллект как мысль мысль это всего лишь одно небольшое проявление интеллекта это глупость которую допустили современные общества потому что современная система образования заставила людей поверить что мысль это единственная форма интеллекта если мысли единственная форма интеллекта вы естественно будете думать что накопление данных анализ данных и проецирование этих данных в соответствии с вашим анализом это интеллект эти процессы может выполнить любая машина сегодня вы начинаете понимать что даже самую сложную мысль которую вы считаете феноменальной ваш компьютер может сформировать без особых усилий даже обычный калькулятор может совершить больше математических операций чем ваш учитель ваш компьютер может выполнять гораздо больше математических операций чем любой математик очевидно что то о чем вы думали как об очень сложном интеллектуальном процессе обрабатывается машиной с намного большей легкостью чем вы можете себе вообразить люди возражают но математика это одно а литература это совсем другое музыка совсем другое будь то литература или музыка которые принято считать что называется излияниями человеческого сердца даже это может быть сделано машиной существуют машины подходящие для этого но вы увидите что в ближайшие 25 может быть 50 лет не знаю как скоро но это неизбежно произойдет вы не сможете их различить или возможно произведения машин будут более совершенными первое что нужно понять об интуиции это то что интуиция это не другой уровень интеллекта интуиция это просто другой уровень вычислений чтобы вам было легче понять позвольте я объясню это простым языком представьте себе ребенка который рос закрытом помещении никогда не выходил наружу но потом вы выводите его и показываете ему это дерево вы понимаете что он делает он собирает данные цвет форма движения как она выглядит он просто собирает данные через свои органы чувств пусть он рассматривает это дерево несколько минут допустим через какое-то время когда он станет старше вы попросите его нарисовать дерево скорее всего он изобразит его почти на 90 процентов верно но на процесс усвоения дерева его умом не является логическим это не происходит так размер листа 5 на 7 сантиметров цвет такой-то оттенок зеленого который является комбинацией того этого и этого нет здесь нет логического усвоения это интуитивно просто так картинка приходит ему в голову потому что все данные уже собраны и обработаны он перепрыгивает все ступени одну вторую третью четвертую просто приходит к результату интуиция заключается в том что ваши вычисления выполняются таким образом что вы не приходите каждый раз к этому через логический процесс интуитивный процесс означает что ваше вычисление пропускает логические шаги и приходит к ответу что безусловно является более разумным способом вести свою жизнь это просто биохимический алгоритм я говорю да на сто процентов когда мы говорим биохимический алгоритм он постоянно изменяется вы можете настроить его так как вам хочется генетика культура внешнее влияние настроили его определенным образом но если вы осознаны вы можете настроить его иначе это просто биохимические алгоритмы когда вы говорите что это просто вы думаете неужели я всего лишь механический процесс да это механизм вопрос в том управляется этот механизм осознанно или нет существует интеллект под более глубокими уровнями интеллекта скрывается интуитивное измерение что является основой создания самого творения сам источник творения этот разум также заложен внутри вас вопрос только в том на каком уровне доступа вы находитесь у каждого есть рука да могут ли все использовать свои руки одинаковые нет разные люди используют их по-разному тот кто играет в теннис используют их одним способом кто-то писатель он использует их по-другому кто-то художник он использует их по-другому кто-то йогин он использует их по-другому потому что вы разобрались в определенных аспектах жизни а кто-то другой разобрался в другом аспекте жизни зависимости от того как вы себя применяете соответственно постоянно меняется ваш биохимический алгоритм это не фиксированный процесс существуют определенные настройки потому что в противном случае у вас не будет отправной точки как я уже сказал генетика культурное влияние самскрите это обучение накопленное поколениями внутри вас все это вместе составляет определенный алгоритм но он не фиксирован он изменчив вы можете менять его каждый момент своей жизни ваша интуиция какой интуиции вы обладаете люди просто все время строят догадки и думают что это интуиция нет если вы хотите развить интуицию прежде всего вы должны научиться просто сидеть здесь полностью осознанно и не думать ни о чем кто-то спросил меня садгуру когда вы ведете мотоцикл о чем вы думаете какого черта мне вообще о чем-то думать я просто еду вот почему я все еще жив с учетом тех рисков которые я принимаю перемещаясь на двух колесах я все еще жив потому что не думаю ни о чем если вы знаете как просто сидеть здесь будучи бдительным но без мыслей о ну как такое возможно я спрашиваю как это возможно для вас думать когда здесь так много всего происходит если вы обратите внимание вы не будете думать самый важный аспект жизни это ваше внимание они ваши мысли вот что сделал ребенок впервые увидевший дерево обратил внимание если ваше внимание постоянно сосредоточено без каких-либо осуждение о том что такое то и это просто внимание не мысль просто внимание вы естественным образом станете интуитивными человеческое внимание может открыть любую дверь во вселенной но внимание должно стать свободным от процесса суждения это означает что из тех ограниченных данных которые вы накопили вы не должны выносить суждение обо всем что вас окружает потому что даже если вы думаете что знаете все данные которые вы собрали очень и очень ограничены если вы будете наблюдать за этим деревом целый год то как она сбрасывает листья как появляются новые листья и все остальное все равно вы не знаете даже малой доли того что представляет собой это дерево если вы хотите понять биохимический алгоритм этого дерева мы не знаем сколько времени вам потребуется чтобы постичь его это гораздо гораздо более сложный механизм чем дерево определенно даже если вы потратите всю жизнь внимательно за ним наблюдая вы узнаете очень мало но по мере того как вы становитесь все более и более осознанными вы определяете биохимические алгоритмы это означает что вы определяете природу своего опыта но вопрос был о том можем ли мы создавать подобные машины да можем поскольку мы можем создавать машины которые могут выполнять за нас математические расчеты мы можем создать машины которые будут писать за нас истории мы можем создать машины которые будут создавать для нас музыку мы можем создать машины которые будут интуитивны по своей природе это важный вопрос Это вопрос, который нуждается в более глубоком рассмотрении, чем просто разговор об интуиции или эмоциях. На него нужно посмотреть как на жизненный процесс, потому что в жизненном процессе нет разделения между интеллектом, интуицией, мышлением, работой сердца, функцией печени, функцией почек или тем, что делает селезенка, что делает мозг. Нет никакой дифференциации, это все одно целое. Понимание этого самое важное. Только тогда вы познаете жизнь, только тогда вы испытаете ее в полной мере, только тогда вы обнаружите, что теряете дар речи от жизни, потому что нет таких слов. Есть ли слова для описания подобного явления? Нет слов, чтобы описать, что такое жизнь. В чем ее суть? Нет умозаключений. Когда нет слов, нет и выводов. Когда нет выводов, нет и смерти. Это путь к освобождению. Я знаю, вы задали простой вопрос о том, могут ли машины стать такими или нет. Машины могут стать всем, чем вы являетесь. Могут делать все, что умеете вы, возможно даже лучше вас. Вы знаете, у них все получается лучше, чем у вас. Единственное, чем они не смогут стать, это осознанностью. Некоторые люди говорят, что мы встроим осознанность в машину. Это не произойдет, потому что это и есть жизнь. То, что вы называете осознанностью, это суть жизни. То, что невозможно описать, то, для чего у нас нет слов. То, что является той неописуемой силой, благодаря которой все происходит. С машиной этого не произойдет. Сто процентов.